Вы знаете, у нас на территории Саратской области есть мысная поляна. Мысная поляна как место, куда появляются десятки тысяч велосипедистов, или же как просто гуляющих людей, которые с удовольствием воспринимают это место как практически единственное душное вот такое большое парк в нашем городе. И когда большинство людей видят, что ползучим образом постепенно происходит захват различными коттеджами на этой территории, это не может не вызвать возмущения. В частности, вот ко мне, как представитель общественной палаты, регулярно обращаются люди, даже сами предприниматели, которые в других сферах работают, говорят, слушай, посмотри, какой обезобразие. Смотри, вот здесь вот, например, в том числе Крестной Республики идет коттеджный поселок. Если взглянуть на карту, то фактически уже практически треть леса захвачена вот такой вот коттеджным поселком, который в одну линейку вытягивается. И там уже образовалась дорога, там уже образовалась жизнь, и дальше, я боюсь, что эта жизнь будет расширяться. Спрашивайте, если не проводились аукционы на эту тему, то каким образом вообще эти земельные участки выделялись? Потому что в других местах люди, которые идут в такие лесные фонды, встречаются с гигантскими трудностями, когда нужно преодолеть федеральных человек, областных, местных и так далее, для того, чтобы получить что. Но здесь люди получают, и это по массовому порядку. То есть хотелось бы обратиться к правоохранительному органу, разограться с этим внимательно, поскольку в ближайшее время общественная палата будет проводиться слушания, касающиеся в целом зеленых насаждений, для того, чтобы попытаться ввязать нормативные акты федерального значения, областного, местного, и попробовать совместить все-таки интересы строителей, туристического комплекса, других различных делах бизнеса, или с интересами жителей, которые действительно хотят жить в телевизионном условии, так, чтобы нормативы, которые есть в нашем городе по озеленению, чтобы они действительно, эти нормативы, сохранялись. Поэтому нужно этот баланс интересов находить, и чтобы никто не мог выискочить просто так за сферой этих интересов и как бы не получить какую-то проблему на этом пути. А наоборот, те люди, которые занимались бы лесами у нас, то они не просто бы их могли охранять, но чтобы они могли их еще и развивать. Потому что на сегодняшний день ставит вопрос, что в городе практически не остается мест, где лес может расти самостоятельно, как там, где-нибудь в Сибири самосево. То есть его нужно сохранять, его нужно развивать. А то, как в 2010 году у нас будет, когда огромное количество лесов у нас выверено, именно потому что они не были должными образом ухожены. Поэтому я надеюсь, что все это будет иметь некоторые правовые последствия.